Детское радио представляет Вот ведь удивили! С Алексеем Лосенковым Друзья, всем привет! С вами Алексей Лосенков и 12 удивительных, невыдуманных историй В том, что все они произошли на самом деле, я абсолютно уверен Ведь их прислали мне вы И произошли эти истории с вами или с вашими друзьями Или с соседями, а может со знакомым котом Или незнакомой собакой, которую вы встретили во дворе Готовы? Начинаем! История первая! История, которую вы услышите первой, происходила на глазах у моего знакомого Вы же помните, что у меня есть приятель, у которого есть кот Матвей Замечательный, пушистый, рыжий красавец Недавно выяснилось, что этот кот очень любит порядок Более того, к порядку он решил приучить всех домочадцев А то разбрасывают вещи, где попало непорядок! Мяу! Наверное, именно так подумал Матвей И начал воспитательную работу И вот что он придумал Если кто-то оставил вещи не на месте Ну, например, носки на полу рядом с диваном бросил Или футболку на кресло положил Матвей преспокойно берет эту вещь в зубы И несет ее на кухню Потом запрыгивает с ней на край раковины И бросает туда свой трофей Сначала это всем казалось забавным Особенно маме Она так и говорила Ты мой помощник Так бы, наверное, никого бы Матвей и не научил Убирать за собой вещи Если бы однажды Из кухни раздался мамин крик Матвей, ну что же ты наделал? Зачем ты бросил белую футболку на тарелку с кетчупом? С тех пор все в доме стали внимательнее относиться к своим вещам Матвей-то не дремлет Если кому-то из вас тоже захотелось стать героем и соавтором моей программы То знайте Сделать это очень просто Вспоминайте веселые, удивительные и поучительные случаи Которые произошли на ваших глазах И присылайте их мне Для этого можно зайти на страничку нашей программы На сайте дети.фм И там оставить свой рассказ А можно прислать его к нам на ватсап, вайбер или телеграм Номер Плюс семь Девятьсот шестнадцать Девятьсот восемь Ноль девятьсот восемь Только сообщение обязательно должно начинаться со слова Удивили Именно так поступили те, чьи истории вы услышите сегодня Например, девочка Таня и ее мама Катя из Москвы История вторая Юный астроном Девочке Тане три годика Она родилась и выросла в городе И вот ее маме дали отпуск в августе Мама решила провести его с дочкой в деревне Вечером, когда стемнело, мама говорит Тане Пойдем погуляем перед сном На звезды посмотрим До этого Таня никогда не была за городом ночью И настоящего звездного неба не видела Ну какие в городе звезды Выйдя на крыльцо Таня запрокинула голову Да так и осталось стоять С открытым от удивления ртом Смотрела, смотрела на небо А потом говорит Ой, мама Ты посмотри, сколько на небе Светящихся дырочек Авторы следующей истории живут в Екатеринбурге Это мама Наташа и дочка Света История третья Почему звуки гласные Света, ей пять лет, пришла вечером из садика И стала рассказывать маме А мы сегодня учили гласные звуки А, и что же это за звуки, спрашивает мама Это такие, которые можно пропеть А, О, У, С Правильно? Ну правильно, только почему С Удивляется мама Это ведь согласный звук Мамочка, ну как же ты не понимаешь Его же можно пропеть Как пропеть, снова спрашивает мама А Света отвечает Но это же песенка змеи Змея так и поет С Значит, С Гласная История четвертая Проверка слуха Мама шестилетнего Сережи Очень хотела, чтобы сын научился играть на скрипке Пришли они записываться в музыкальную школу Преподаватель усадил Сережу рядом с собой И говорит Давайте для начала проверим Есть ли слух у вашего мальчика Сережа удивленно посмотрел на учителя И выпалил Да что там проверять-то? Да конечно есть, еще какой Как бы тихо мама на кухне шоколадку не разворачивала Тут же прибегаю И за эту историю я говорю спасибо Нашим слушателям из Пензы Мальчику Сереже и его маме Вере Вот ведь Удивили Как вы знаете Своими забавными и поучительными историями Со мной делятся не только наши слушатели Но и известные люди Вы уже догадались, что в эфире рубрика История пятая Звезды удивляют И сегодня нашим гостем станет популярный шоумен Юморист и артист Михаил Голустян Звоним Миша, здравствуй Всем привет Вот ты рассказывал, что чувство юмора Тебе с детства прививали в семье Ну я такой, я больше кривляка был в детстве То есть мне нравилось кривляться Выкаблучиваться Что-то делать все время Вот, я четко помню У мамы в шкафу были шапки Всякие береты Кепки Папины Фуражки Шляпы Еще какие-то Бейсболки Там какие-то разные И я все время Примерял эти шапки И примеряя эту шапку Я вживался в образ Я примерял Так зеркало подходило Делал То такого Вояку делал Изображал То там какого-то художника То еще И это все так вот В общем-то формировало Я, конечно Хочу сказать Спасибо родителям Что они В моей комнате Поставили большое зеркало В полный рост Это зеркало Выработало во мне Харизму Есть два направления То есть Если ты чувствуешь Какой-то в себе Недостаток И если есть возможность Его изменить Этот недостаток То есть Если ты Полненький Худей Но есть вещи Которые ты не можешь Изменить Допустим Как я Я вот был маленький Но я ничего не мог Я же не могу взять И стать высоким Ну конечно же Я начинал Искать в этом Плюсы Оправдания И я их нашел Я убедил себя В том Что это плюс А не минус Я говорил себе Я маленький В машине Всегда удобно В самолете Удобно Ногами не упираюсь Головой никуда Не упираюсь Большую одежду На себя могу надеть Высокий человек Маленькую одежду На себя Не может надеть Это был юморист Михаил Голустян И его история Как стать артистом Вот ведь Удивили С вами Алексей Лысенков И я продолжаю Знакомить вас С удивительными И смешными Историями Которые присылаете Нам вы Наши слушатели На очереди История Шестая Которую я назвал Опасный диван Тане 4 года Он очень любит Ездить в гости К своей бабушке Ну еще бы Ведь у бабушки живет Забавный щенок Кирюша Даня весь день Готов с ним играть И повторять все Что делает пушистый друг Щенок прыгнет И Даня прыгнет Щенок гавкнет И Даня тоже гавкнет И вот однажды Щенок начал Лизать диван Даня вслед за ним Тоже стал облизывать диван Увидев это Бабушка ужаснулась И как закричит Даня, Даня Да что ж ты делаешь Да нельзя На диване живет Огромное количество Микробов По нему Кирюша Грязными лапами прыгает Ты можешь заболеть Даня услышал И перестал лизать А через пару дней Бабушка заболела Насморк Кашель Подойдя к ней Даня с грустью В голосе спросил Ну что бабуль Заболела? Ой заболела Ответила бабушка Видать тоже Диван лизнула Прислали нам эту историю Мальчик Даня И бабушка Екатерина Сергеевна А помогал им Щенок Кирюша Все они живут В городе Серпухове Вот ведь Удивили История Седьмая Чем заканчиваются Сказки Илюша Три с половиной годика Он очень любит Когда родители Перед сном Читают ему Разные сказки Мама и папа Делают это По очереди В один из вечеров Читал папа Он прилег на диван Рядом с Ильей Раскрыл книгу И тут Илюша Вдруг спрашивает Пап А почему Когда читает мама То все сказки Заканчиваются По-разному Ну там Они сыграли свадьбу Или Вот и сказки Конец А кто слушал Молодец Или Я там был Мед квас Пил Ну потому что Каждый автор Придумывает Свой красивый финал Отвечает папа Да А почему тогда У тебя все книжки Заканчиваются одинаково Как это одинаково Удивился папа А вот так Прохрапел Илюша Эту историю нам прислали Наши слушатели Из Новосибирска Мальчик Илюша И его папа Денис А авторы следующей истории Живут в Санкт-Петербурге Это мальчик Дима И его папа Костя История Восьмая Неправильная задача Диме восемь лет Он учится во втором классе И ему уже задают Много уроков на дом Дима все делает быстро И хорошо Но иногда ему бывает лень А иногда что-то просто не получается У всех такое бывает Вот и в этот раз Он сделал почти все Осталась только одна задачка По математике Целый час он пыхтел над ней Ну вот ну никак Решил пойти к папе Пап Ну ты можешь решить за меня Одну задачку по математике Неуверенно попросил Дима Ну могу сынок Но это же будет неправильно Ответил папа Ладно Пусть неправильно Ну ты хотя бы попытайся Вот ведь Удивили Вы слушаете детское радио И двенадцать невыдуманных Удивительных историй От наших слушателей И не только Вы уже знаете Что я обожаю читать Интересные истории Про великих людей Сначала читать А потом рассказывать вам В рубрике История История Девятая История Из истории И сегодня я расскажу вам Про Ярослава Гашека Это чешский писатель-сатирик Самая известная его книга Называется «Похождение бравого солдата Швейка» Вы, ребята, возможно, про нее слышали Ну, а родители точно читали Очень смешная книга Так вот, что приключилось однажды С этим замечательным писателем Как-то раз Гашек путешествовал На поезде по Баварии Так называется Одна из областей в Германии Поезд остановился В городке Ржезно И писатель решил Отведать местную вкуснятину Рженовские сосиски Они славились Своим вкусом на всю Баварию Правда, Гашек не решился Надолго отойти от поезда Поэтому поймал на перроне мальчишку И попросил «Вот тебе 60 пфенингов, голубчик Купи две сосиски Одну для меня А другую для себя Парнишка взял деньги и ушел А писатель остался его ждать Ждал-ждал Время вышло Поезд тронулся Гашеку пришлось вернуться В свое купе Без сосиски И вот когда поезд уже начал отъезжать На перроне появился Тот самый мальчишка Он что-то усердно жевал Писатель выглянул в окно Мальчишка подбежал к нему И протянул 30 пфенингов Половину суммы Которую дал ему писатель «Здрасте, а где же моя сосиска?» Спросил удивленный писатель-путешественник «Я пошел покупать две сосиски Как вы сказали, господин Для вас и для себя Но у них оставалась только одна Ну, вы не волнуйтесь Свою я уже съел А это ваша сдача» Крикнул мальчишка писателю Вот ведь удивили Друзья, с вами Алексей Лысенков И впереди вас ждут еще три истории И я назвал их «Так умеет мыть голову только папа» «Живая живопись» И «Овечья семейка» История десятая «Так умеет мыть голову только папа» Прислала эту историю Девочка Настя и ее папа Филипп Из Москвы Насте три годика Ее маме надо было срочно уехать на работу И Настя осталась с папой на целый день Папа с дочкой и погулял И покормил ее И даже помыл А когда мама вечером пришла с работы Ей навстречу выбежала Настя И радостно сообщила «Мама, мама, представляешь А мне папа голову помыл Таким вкусным шампунем» «Ой, какие вы молодцы» Похвалила мама «Папа сказал, что теперь голова у меня блестит Как новая» Продолжала хвастаться Настя «Вот, понюхай, как она блестит» История одиннадцатая «Живая живопись» Эту историю нам прислали мальчик Кирюша И его папа Илья Из Рязани Кирюше четыре года Он не очень любит рисовать Хотя у него есть и цветные карандаши И фломастеры И краски «Ну, Кирюша, ну нарисуй хоть что-нибудь Ну, хотя бы лошадку» Попросила мама «Ой, ну ладно, ну попробую» Недовольно пообещал Кирюша И вот где-то через час Подбегает Кирюша к маме И с гордостью говорит «Мам, смотри быстрее, какую я красивую лошадку нарисовал» И протягивает маме чистый лист бумаги Мама удивленно смотрит на чистый лист Потом на Кирюшу и спрашивает «Странно, но я здесь ничего не вижу» «А где лошадка?» Кирюша посмотрел на лист Вздохнул и говорит «Ой, мам, пока я к тебе нес Лошадка и ускакала куда-то» Вот ведь удивили! Друзья, наша программа движется к финалу И прежде чем вы услышите последний на сегодня рассказ Напомню, что присылать свои истории к нам на детское радио Можно в любое время Для этого нужно либо зайти на страничку нашей программы На сайте дети.фм И оставить рассказ там Либо прислать сообщение на WhatsApp, Viber и Telegram Номер Плюс семь Девятьсот шестнадцать Девять шесть восемь Ноль Девять шесть восемь Начать свое сообщение Нужно со слова Удивили Самое главное Чтобы ваша история была невыдуманной И вы точно знали Что все происходило на самом деле Ну а теперь Финальная история сегодняшнего выпуска Ее прислали слушатели из Волгограда Трехлетняя Ирочка И ее мама Татьяна История двенадцатая Овечья семейка Ире три с половиной года Как-то они с мамой поехали на машине К родственникам в небольшой городок Путь предстоял неблизкий И мама говорит Ире Ну ты поспи пока А когда приедем, я тебя разбужу Ирочка заснула Машина едет Вдруг мама резко затормозила И Ира от неожиданности проснулась Что, уже приехали? Глядя на маму сонными глазами Спрашивает Ира Нет еще Видишь, овечки дорогу переходят А мы их пропускаем Ира смотрела-смотрела На стадо овечек Медленно бредущих через дорогу И вдруг задумалась Мам, а если Мама овечка А папа у них как называется Овец? Нет Папа у них называется баран Улыбаясь, отвечает мама Хм А тогда Детки у них как называются Не унимается Ира Мама уже хотела ответить Но тут дочка как выплела Ой, подожди Я сама знаю Знаю, знаю, знаю Детки у овечки и барана Называются баранки Ну вот и все на сегодня С вами был Алексей Лысенков И 12 невыдуманных Удивительных историй В программе Вот ведь Удивили 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 Удивили